Сегодня перед нами очередная недельная глава Торы, и мы изучаем книгу «Второзаконие» с первого стиха по третью главу, 22 стих. Так, это пятая книга Моисеева «Второзаконие». Что означает слово «второзаконие»? Поскольку это слово в русском языке является однокоренным со словом «второй», некоторые полагают, что это речь идет о каком-то втором законе. Отсюда «второзаконие». Давайте посмотрим, что это изначально означало. В еврейской традиции книга «Второзаконие» называется «Деварим», и буквально это слово означает «речи» или «слова». Все дело в том, что название своей книги получило от первых слов, записанных в этой книге. Написано «Сии суть слова». Ключевое слово в этой фразе – «слова». Поэтому книга называется «Деварим» – «Слова» из речения Моисея. И в «Септагинте», в греческом переводе Торы, эта книга называется «Деоторономен», и, собственно, переводится как «второзаконие» с греческого. Если копать еще дальше, то в древнеерейской традиции «второзаконие» называется «повторение Торы». То есть это не второй закон, а это «повторение закона» – «мешне Тора» по-еврейски. Для чего нужно было повторять Тору прежде всего? Этому есть несколько причин. Обратим внимание на то, что Израиль – странство определенное время по пустыне, и теперь они стояли на рубеже перехода в ханаанскую землю, в обитованную землю, завоевания этой земли. Что представлял из себя народ, который должен был войти в эту страну, в обитованную? Были ли это те же самые люди, которые вступили в завет с Господом у Синая? Нет, конечно. На то время осталось только трое – Иисус Новин, Халев и Моисей. Все остальные вымерли в пустыне. Об этом мы поговорим чуть позже. Итак, перед нами новое поколение. И очевидно, что завет с Господом нужно заключать каждому поколению. Благословения Торы, благословения завета не передаются по наследству просто так. Благословения нужно принимать. Нужно лично заключать завет с Господом каждому поколению и периодически перепосвящать себя Господу. И вот Моисей, стоя на рубеже перехода в новую землю, обитованную землю, он решил напомнить народу все заветы, все законы, которые Господь ранее даровал им у Синая. Это было очень необходимо. Это было как бы духовное наставление, духовный старт перед началом новой эпохи, перед началом жизни в новой обетованной земле. Эта книга представляет собой, собственно, проповедь, запись проповеди, которую пророк сказал в день своей кончины. Если мы обратим внимание на эту книгу, то она представляет собой единую проповедь. Вроде бы большая книга, и мы читаем много историй, нам представляется как будто, что эта книга охватывает определенный длительный период в истории Израиля. Нет. Это всего лишь одна речь Моисея, сказанная им непосредственно перед своей смертью. Давайте откроем Второзаконие 32 главу, чтобы нам было более понятно, о чем идет речь. С 48 по 50 стих. Второзаконие 32, 48 по 50. То есть, даются указания в тот же самый день. В книге Второзакония больше указаний на какие-то времена не указаны нигде. То есть, Моисея обратился к народу с духовным наставлением, с повторением Торы, высказал все, напомнил, благословил, и в тот же день пошел на гору и умер. Ну, давайте пробежимся по некоторым моментам отрывка, которые мы сегодня прочитали. Вроде бы все нам здесь понятно, истории знакомые, потому обратим внимание лишь на некоторые моменты. Второй стих первой главы. В расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир в Кадес-Варне. На расстоянии 11 дней пути откуда-куда? От Харива до, собственно, до границы с Ханааном. Кадес-Варне находится на границе. Так вот, 11 дней от Харива. Харив, если вы не забыли, это второе название горы Синай. То есть, когда они вышли из Египта, Синай находится в Аравийской пустыне, совсем рядом с Египтом, они там довольно-таки быстро оказались, и мы знаем, что произошло у Синая, когда они получили закон. Там было грехопадение, отступление и прочее, да? Сделали тельца. И после того Господь сказал, что это поколение не войдет в новую землю, обетованную землю, только новое поколение войдет. И странствие продолжалось, как мы знаем, 40 лет. Оказывается, до новой земли, до обетованной земли, было рукой подать всего 11 дней пути. И интересно, что один исследователь, Робинсон, прошел это расстояние от Харива, то есть от Синая, до Каде-Сварни, где-то 180-200 километров, не более. Вот этот Робинсон на верблюдах прошел это расстояние, и у него ушло на это ровно 11 дней. Итак, сделаем выводы. Расстояние с благословением Господнем можно преодолеть за 11 дней, без благословения Господня 40 лет. Какой путь мы избираем в своей жизни? Короткий или долгий? Все упирается в повиновение Господу. Будем повиноваться Господу, будут благословения, все будет очень гладко, ну, не всегда, конечно, гладко, мы сами знаем, какова жизнь, но в Божьих планах, чтобы все было гладко и коротко, быстро. В истории Израиля получилось наоборот, и они издвигли очень горький, многому научающий урок, причем научающий и нас, чтобы мы тоже сделали соответствующие для себя выводы. Далее, в этом стихе написано, что за Иорданом в земле Моевицкой начал Моисей изъяснять закон сей. Вот это слово, интересно, здесь «изъяснять», оно в еврейском звучит «бэр», и буквально означает «углубляться», «проникать», «вникать», «исследовать». И еще одно значение этого слова есть – колодец. То есть, Моисей начал черпать, начал углубляться, начал черпать из истока живого слова, рассказывать народу, в чем состоит Божья воля и каковы условия завета. И потому мы должны тоже черпать, не просто читать священное писание, мы должны углубляться, тянуться, как за водой из колодца, доставать из глубины и утолять жажду. Далее, в седьмом стихе, Господь через Моисея говорил, куда нужно направить свой путь от горы Харива тогда, еще 40 лет назад. Он говорил, пойдете туда, 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 в разные места, и вплоть до реки Великой Ефрата. Ну, река Ефрат довольно-таки далеко от того места, от Аравийского полуострова. И интересно, что Господь здесь четко выполняет свои обещания. Господь не упускает, не забывает абсолютно ничего. В книге «Бытие», 15 глава, 18 стих, мы читаем, что Господь обещал Аврааму дать землю. И здесь написано так. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству Твоему я даю землю сию от реки Египетской до Великой реки Ефрата». Именно это Господь исполняет, посылая народ на завоевание земли вплоть до реки Ефрата. Интересные детали можно подчеркнуть. В 15 стихе, когда речь идет об образовании устройства государственного израильского. Помним, да, о чем идет речь? Что они назначили тысячи начальников, сто начальников, десяти начальников. То есть, такова была цель. В 13 стихе Моисей говорит, «Изверите себе по коленам ваших мужей». И характеристики какие? «Мудрых, разумных, испытанных». Вот их поставим. «Когда не отобрали людей». В 15 стихе написано, «И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и испытанных». А вот «разумные» не перечисляются. Если мы ближе посмотрим оригинал, то вторая характеристика «разумные» буквально означает «проницательные люди». Люди, имеющие очень глубокие познания, которые могут в корень смотреть. Вот таковых людей, очевидно, не нашлось, как говорят еврейские комментаторы. То есть, по сравнению с Моисеем, людей таких проницательных не оказалось. Да, были опытные, были люди мудрые, имеющие большой опыт, но, что касается возможности и способности, вернее, судить и правильно оценить обстановку, кроме Моисея, никого не оказалось. Интересно, еще здесь обратили внимание на слово, значит, кого они назначили, тысяча начальников, это начальники, и, среди прочих, все указываются, надзиратели по коленам вашим. Кто такие надзиратели? Ну, не знаю, в русском языке все мы как-то воспринимаем через призму, знакомого нам до боли, да? Надзиратели, как правило, и надсмотрщики, это тюрьма, это какой-то лагерь, и вот там эти надзиратели. Кто были надзиратели здесь? Это были представители исполнительной власти, которые были призваны охранять общественный порядок, обеспечивать соблюдение закона, следить за урегулированными отношениями между людьми. И буквально в еврейском языке слово, которое в русском перевели как надзиратель, это слово шатер, надсмотрщик, которое происходит за слово штар, которое означает документ. шатер, это тот, кто приводит исполнение, приходит указ в исполнение. Есть документ, есть постановление, а надсмотрщик следит за тем, чтобы это постановление было выполнено. вот в какой-то степени это современная полиция, которая занимается тем, чтобы был везде порядок и законы соблюдались. В 16 стихе я обратил внимание на то, насколько справедлив Господь ко всем людям абсолютно без всяких исключений. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо как брата с братом, так и пришельца его. То есть, идет речь о том, чтобы справедливость была оказана не просто евреям, но и пришельцам. Пришелец это не еврей, который присоединялся к еврейскому народу и принимал на себя обязанность соблюдать закон. Этот пришелец не еврей, он пользовался абсолютно одинаковыми правами соответственно и обязанностями. Он ничем не был ущемлен в правах по сравнению так сказать евреям по крови. Господь нелицеприятен и оказывает справедливость всем. И интересно отметить, что вы знаете кодекс Хаммурапи, это в Вавилонии Хаммурапи написал закон, который и сегодня является эталоном, образцом в законодательстве кодекс Хаммурапи. Так вот, в кодексе Хаммурапи ничего подобного нет. Он просто меркнет по сравнению с тем, что Господь предлагает в своих законах, что касается заботы бедных, о равноправии всех в обществе. В 17 стихе продолжая эту мысль, Моисей говорил, не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте, не бойтесь лица человеческого, ибо суд дело Божие, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. Итак, Моисей говорит, не различайте лиц на суде, как малого, так и великого. Ну, понятно, речь здесь не о тех, кто большой или малый ростом, идет речь о богатых и бедных. Есть люди великие, есть люди малозначительные, по мнению некоторых людей в обществе, и Господь потому говорит, не различайте лиц. Моффат говорил, ни при каких обстоятельствах ты не должен выражать участие ни одной из заинтересованных сторон. Судья должен был избегать любых подарков, любых знаков внимания к себе, которые подорвали бы его способность судить справедливо. И рассказывает, что в Вавилонии был один из величайших мудрецов Шмуэль, он был судьей, и как-то раз он переходил через не широкую речку, но быструю, переходил по бревну, и человек, который оказался на другой стороне, подбежал, подал ему руку и помог пройти через этот ручей. И после того, когда мудрец спросил Кемпбелл, тот человек оказалось, что это был один из истцов, который подал заявление в суд этого мудреца с тем, чтобы он рассмотрел какую-то вещественную тяжбу. И после этого этот мудрец говорит, друг мой, ты лишил меня возможности разбирать твое дело беспристрастно и я должен отстраниться от рассмотрения и принятия судебного решения по поводу твоего иска. Вот так все было строго и справедливо предусмотрено в Божьем законе, касающегося законодательства и отношения между разными прослойками в обществе. речь не идет о суммах, которые упоминаются в исках. Не имеет абсолютно никакого значения. Ни величие человека, будь то речь идет о ничтожных каких-то средствах в суде, на которые можно было махнуть руку, и нет. Нужно было рассмотреть все основательно и поступить справедливо и честно. Почему? В чем главная мотивация? Чтобы нужно было поступать справедливо. В этом же стихе написано ибо суд дело Божие. Любой судья в Израиле, когда творил суд, он понимал, что он выполняет дело Божие. И это все ставило на свои места. Он был представителем божественного суда. Это не просто был суд человеческий, он воспринимался именно как суд божественный. И они даже говорили, в Фалмуде написано, что любой справедливый судья рассматривается как соучастник творения, действующий вместе со Всевышним. Вот так высоко ценилось служение судьи, если он поступал по Божьему закону. Далее, в 22-м стихе это ситуация, когда посылали соглядатых высмотреть землю. В этом стихе открывается деталь, которая не упоминалась в 13-й главе книги числа. Прежде всего, здесь написано, что вы все подошли ко мне и сказали во всем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам и о городах, в которые идти нам. Здесь подчеркивается, что это не была идея Моисея посылать разведчиков туда. До того Господь прямо сказал перед вами земля, идите завоевывайте, я пойду впереди вас, я буду с вами. Но тут начинаются какие-то непонятные вопросы. Вместо того, чтобы выполнять четкое и конкретное появление Божие, они испугались. И собственно мотивация была не просто посмотреть какие там плоды большие или маленькие, что там известного есть, что хорошее в этой стране. оказывается нужно пойти, узнать какой дорогой идти, какие там войска, какие там сильные или не сильные солдаты. Это все продиктовано страхом. К чему привел страх, мы все знаем, что никто в конце концов не вошел в эту страну обетованную, кроме двоих людей Халев и Иисус Новин. В 31 стихе встречается очень интересный и красивый оборот. В пустыне сей, где, как ты видел Господь, Бог твой носил тебя, как человек носит Сына Своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Очень красивый образ используется здесь. Господь на всем пути Израиля во время странства и их пустыни Господь носил их как человек носит Сына Своего на всем пути. И неоднократно в Торе используется сравнение. Точно так же делал Иисус. Иисус всегда притчами говорил, всегда сравнивал, находил примеры из жизни людей, что было понятно всем, и благодаря этому добивался своей цели в достижении людей, в объяснении истины. И здесь Господь сравнивается с человеком, который носит своего сына. Так Господь носил Израиль на протяжении всех дней странствования в пустыне. И еще раньше, если помните в исход, в 19 главе стих 4, там подобное написано, там сравнивается Господь с орлом, который на крыльях своих носил Израиль. Только вникнитесь в этот образ. Насколько заботлив Господь. Вот представьте себя, что вас подхватили и понесли на крыльях. Не нужно идти, не нужно бояться. Мы находимся на мощных крыльях самого Господа. Представьте это и не забывайте в своей жизни. Мы на крыльях или же на руках самого Господа. Нам нечего бояться. В 44 стихе упоминаются Амареи, которые тогда сильно побили израильтян. Кто такие Амареи? В книге числа Амареи были основными врагами Израиля и они там названы как Амаликитяне и Хананияне. Дело в том, что слово Амареи в данном случае используется как общее название всех жителей Ханаана. То есть не просто отдельная нация, а это все жители Ханаана назывались тогда Амареями. Хотя дело они имели с отдельными народностями как в частности Амаликитяне и Хананияне. Что происходит после этого когда Амареи их разбили? Причем надо отметить что Господь не посылал их туда. Господь говорил не ходите к ним на войну. Это было тогда еще после Синаи сразу 40 лет назад почти. Они пошли воевать были разбиты и какова реакция? 45 стих Возвратились вы и плакали пред Господом. Но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. Возвратились и плакали. Почему плакали? Что вызвало слезы у этих людей? Лично мне видится здесь поведение ребенка. Нашкодил стало страшно больно и плачет. Именно это происходило с Израилем. Это не были слезы раскаяния. Это были слезы страха от того, что произошло и осознание тяжелых последствий. Но не раскаяния. С точки раскаяния, но неполным. И если мы сравниваем такого рода раскаяния и подлинное раскаяние, от которого зависит наша вечная жизнь, наша судьба, то такое раскаяние, оно отличается от подлинного раскаяния, как небо и земля. Для Господа важно чтобы мы подлинно раскаивались, чтобы наши слезы были вызваны не страхом и болью за то, что уже произошло, а именно изменением отношения к тому, что мы сделали по ошибке. Вторая глава, первый стих. Моисей продолжает рассказывать историю Израиля. Говорит, и обратились мы и отправились в пустыню к Черном морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира. Много времени, ну, тут он очень мягко сказал, много времени, имело сюда 38 лет. 38 лет они ходили вокруг, интересно, находили вокруг горы Сеира. 38 лет. Ходят и ходят и ходят. Но я предполагаю, что ходили не быстро, были долгие привалы, но толчья на месте была. Почему? Заблудились, не знали, куда идти? Нет, потому что Господь наказал. Господь наказал, сказал, что они не войдут, так оно и произошло. И Господь позаботился о том, чтобы это именно исполнилось так, как Он повелел. В пятом стихе упоминается вот что. Моисей говорит, остерегайтесь начинать с ними войну. имеется ввиду с потомками Исава. Буквально в еврейском не провоцируйте, не провоцируйте потомков Исава на войну с вами. Дело в том, что Господь запретил воевать с Эдомом. Кто такой Эдом? Не забыли еще? Эдомляне. Это те же самые есть потомки Исава. Три родственника упоминаются, три израильских родственника. Это Эдомляне, потомки Исава, брата Иакова. И упоминаются Мавитяне и Аманитяне. Кто они были? Это были дети Лота. Это самые близкие, что называется, родственники израильтян. Интересно, что Господь всем им дал землю и сказал израильтянам к ним не подходите, не провоцируйте, не вступайте ни в какую войну, эта земля их, их не обижайте. Казалось бы, эти люди давно уже отошли от Господа, нарушили все его законы, но Господь верен своим обещаниям, Он сказал, не трогайте их. Конечно же, до поры, до времени. Когда наполнилась чаша беззакония, то и эти народы были в конце концов покорены, и земля у них была отнята. Шестой по седьмой стихи интересная деталь. Когда они должны были проходить через землю едомскую, они должны были покупать пищу у едомлян, покупать воду, написано за серебро и пейте, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих. Ну и так далее. 38 лет, по крайней мере, они ходили вокруг Сеира, путешествовали там, и должны были покупать еду, покупать воду. Ну, представим себе эту местность, это пустыня. Где они брали продовольствие? Чем они питались? Там не было плодородных земель, они уже были кем-то ранее завоеваны, тот же Ханан и прочие, да? Не ходили по пустыне. Чем они питались? Это была Божья забота. Только Господь по Своей милости мог обеспечить их жизнь в этой пустыне. По-другому объяснить нельзя. Покупайте за серебро. Откуда серебро? Опять Господь позаботился. Египтяне их надарили серебром и золотом, когда они уходили из Египта. Причем, видно, хорошо наградили их. Недавно мы ездили в кемпинг. Сборы. Представляете, да? Едете в кемпинг сборы. Что нужно взять? то и другое, третье. Сколько имя набираем всегда? Домой привозим обратно? Мы едем на 2-3 дня и долго собираемся. А эти люди за ночь собрались и ходили целых 40 лет. Должны были давно все проесть, что они могли с собой прихватить, да? Но Господь заботился они ни в чем не нуждались. Господь питал их манной. А то и баловал перепелами иногда. В 15-м стихе интересная деталь. Когда они странствовали по этой пустыне, они умирали. Написано, да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. То есть это не просто была естественная смерть, это была рука Божия, Господь намеренно их уничтожал, чтобы новое поколение вошло. Если это была бы естественная смерть, ну, представьте себе, если кому-то было 20 лет на тот момент, через 40, это не всего лишь 60 лет, они еще будут столько жить. Долго бы ходили, но Господь сделал так, что они за это время были уничтожены, вымерли, и осталось новое поколение. Интересная деталь, несколько юмористическая, в этом стихе при описании Ирифаимов сказано, что прежде жили на той земле Ирифаимы, аммонитяне же называют их замзумимами. Замзумимы. Странно звучит, да? Замзумим буквально происходит от корня земзем, означает жужжать. Эти Ирифаимы прославились тем, что они были людьми с невнятной речью, или как в греческом языке барбарой, варвары, да? Невнятная речь. И вот прославились тем, что их так и назвали и подсмеивались над ними. Люди с невнятной речью. Это говорит мне кое о чем, особенно и молодым людям, которые так быстро говорят, что ничего не поймешь. Смотрите, чтобы вас тоже не прозвали как-нибудь, чтобы к вам не приклеилась какая-нибудь нехорошая кличка. Далее в 30-м стихе 2-й главы написано, что Господь ожесточил дух царя Сигона и сердце его сделал упорным или же черстым, чтобы предать его в руку твою. Мы вспоминали ранее, как это, что Господь ожесточил и как бы царь не виноват. Это дело Божие. Да, с одной стороны, Господь управляет всем происходящим под небом, управляет всеми событиями, но моральную ответственность за совершенные поступки несет сам человек. И обратим внимание на то, что Господь никогда не ожесточает сердца хороших людей. Никогда. Только те, кто избрали быть непослушными Богу, только их Господь может ожесточить. Ну и еще несколько моментов. мы подходим к заключению. В третьей главе второй стих Господь сказал «Не бойся его», имеется в виду царя Вассанского Ога, «Не бойся его». Израильтянам было чего бояться. Царь Вассанский Ог был великаном. Мы чуть дальше читаем, что у него кровать была четыре с половиной на два метра. Четыре с половиной на два метра кровать. Ну пусть там он не всю кровать занимал, да пусть он три метра высотой был. Представьте, это гораздо выше меня. Если такой дядя царь, и у него такие же есть подчиненные, то да, смертному простому бояться наверное неудивительно. Но Господь говорит «Не бойся». И далее одну деталь еще помянем. Кто получил в наследие землю от этих амареев царя Вассанского? Кому она досталась? интересная деталь, что Господь обещал землю ханаанскую и обычно люди думают за Иорданом, начиная с Терихона и дальше. Оказывается, что два с половиной колена получили землю еще раньше. Мы читаем об этом с 12 по 13 стихи. землю сию взяли мы в то время, начиная от Араира, которую поток Ориона, и половину горы Галаада, с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову. Так, Рувим и Гад упоминаются. А остаток Галаада и весь Вассан царства Ого отдал я по велению половине колена Манасиина. Всю власть Аргов со всем Вассаном. Интересно, что Господь позаботился о том, чтобы тем, кто пойдет за Иордан, была оказана помощь. Если бы два с половиной колена получили землю и довольные себе уже там остались располагаться на этой земле, то кто дальше вел бы войну? Осталось всего девять с половиной колен, да? То есть Господь позаботился о том, чтобы да, вы получили землю, пусть жены, дети, старики остаются, мужчины должны идти на войну за Иордан, помогать своим братьям завоевывать ханаанскую землю. И в напутстве 22 стихе Господь снова говорит, не бойтесь их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас. То есть не каждого из нас тоже есть какие-то трудности, есть всякие ханаанские, языческие, народности, люди, обстоятельства, которых мы боимся, есть разные оги, которые были 4,5 метра высотой и прочие, да? Но Господь говорит, не бойтесь их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас. И это пожелание и мое вам сегодня. Не бойтесь, Господь сражается за вас. Аминь. Аминь.